Здравствуйте! В эфире новости на МТРК. О событиях к этому часу расскажут мои коллеги Ягири Мукашева. Вот главная тема. Большая очередь на МРТ, нехватка узких специалистов и еще десяток проблем с здравоохранением судили в СКО. Как будут решать? Опасения есть по всем районам. На этой неделе в области прогнозируют приход большой воды. Какова текущая обстановка? Четыре золота международного чемпионата. Театр танца «Сенситив» вернулся с победами. Передвижной медицинский комплекс привезли в Североказахстанскую область на летней солярке в разгар зимы. Автобус встал и до весны его невозможно было использовать. Об этом заявили на заседании, где обсудили проблемы здравоохранения региона. Их немало. Начиная от двухмесячной очереди на МРТ, заканчивая QR-кодами, которые переносят на сайт одной из сетей общепита, а не на медорганизацию. Подробности далее. Коридор кардиоцентра переполнен. В очереди к аритмологу по 50-60 человек в день. Врач едва успевает всех принять. С такой проблемой обратилась руководитель общественного объединения «Мой ребенок» Татьяна Ковалева. К нему живая очередь. То есть там есть и платники, и те, кто по направлению врача. Без заключения аритмолога человек не может попасть на операцию. Я понимаю, что существует у нас кадровый голод, но почему нельзя сделать эту систему более цивилизованной? То есть по записи. Такое скопление людей скорее исключение, чем правило, говорит руководство кардиоблока. Просто в этот день произошло наслоение пациентов. У них есть определенный график посещения на проверку установленных электрокардиостимуляторов. Поэтому может накапливаться большое количество людей, но ни одного пациента, который не получил консультацию аритмолога, ушел домой, такого не бывает. Но с тем, что врачей не хватает и нагрузка на них большая, руководство облздрава не спорит. Проблемы в кардиологии должны решить 9 специалистов, которые сейчас обучаются в резидентуре за счет областного бюджета. Но приступить к работе они смогут только в следующем году. Еще одно слабое место медицины Северного Казахстана – оборудование. На его покупку с каждым годом средств выделяют все больше. Однако техника стоит очень дорого, а имеющаяся база настолько устарела, что за пару лет полностью проблемы не решить. К примеру, МРТ в областной многопрофильной больнице. С его покупкой очередь должна была сократиться до месяца. Но этого не произошло. – Здравствуйте, девушка. А можете записаться на МРТ позвоночника? – 21 месяц. – МРТ спилит. – 11, да. – 11, да. – А сколько стоит будет? – 18. – Сейчас мы на новом аппарате, как я и обещал, проводим до 20 исследований. В рамках ОСМС мы работаем с понедельника по субботу включительно. И один день в воскресенье мы оставляем на незастрахованных. Не платных, а незастрахованных. Тех, кто по каким-то причинам все еще не вошел в систему ОСМС, в регионе 80 тысяч. Другой вопрос, что в частных клиниках МРТ тоже есть. И там в рамках медстрахования можно пройти процедуру бесплатно. Но врачи в поликлиниках направление выписывают в областную больницу. Почему не знает и сам главврач этого медучреждения. В итоге получается в облбольнице очередь на два месяца вперед, а участников на неделю. Но хотя бы это дорогостоящее оборудование не простаивает, в отличие от другой больницы региона. Здесь холодильник и центрофуга стоит. По документам подняли вот эту центрофугу и морозильник привезли в 2007 году. Стоимость определенная. По сегодняшний год, с их слов, из документов, по 2021 год, 14 лет оно не использовалось. С 3 марта холодильник стали использовать для хранения вакцины от коронавируса. Центрофуга стоит без дела до сих пор. Почему ее не передали лабораториям, которым это оборудование нужнее, вопрос без ответа. До этого заседания группа посетила большинство медучреждений области. Образцовым назвали поликлинику в Булаево. Как в сказке и пример для других. Так описал ее Руслан Аслубеков. Однако есть одно «но» – благоустройство. Все испортила дорога. Ту, которую положили, три метра асфальта под водой. Это мы весной, вот сейчас вот тает, мы кое-как прошли, проехали, а зимой что там. Нелогичная ситуация сложилась в медучреждении Уалихановского района. В арсенале неплохое стоматологическое оборудование, но рентгена нет. За снимком пациентов отправляют в областной центр или в Тайншу. Выяснилось, что за счет бюджета купить рентген нельзя, так как для большинства услуги стоматологии платные. Но медучреждение может самостоятельно накопить около 2,5 миллионов тенге. Тогда клиенты забудут про неудобства. К слову, аналогичная проблема сейчас в трех поликлиниках области. Жаль, нельзя для этих целей перенаправить деньги, которые потратили на установку QR-кодов. Отсканировал, поставил оценку. Это в теории. На практике в некоторых поликлиниках и больницах эта идея стала полным провалом. Мы были удивлены. QR-код, который оцените качество медицинской организации, отправляет нас на сайт КОС. А второй QR-код, который 1406 фонда, он вообще не работает. Нелепая вышла ситуация, но приготовьтесь. Есть история, которая превзошла предыдущую по абсурдности. Автобусы, которые прозвали больницы на колесах. Они должны курсировать в селах и спасать жизни и здоровье североказахстанцев. Но без приключений не вышло. В одной из поликлиник компания СРРК Автопром привезла авто на летней солярке в разгар зимы. Естественно, автобус встал до весны. Таких безалаберных поставщиков надо наказывать, отмечает Руслан Ассубеков. В завершении встречи он призвал североказахстанцев фиксировать любые нарушения в сфере здравоохранения. В идеале записывать видео. Агири Мукашева, Михаил Казначеев, Новости МТРК. В регионе продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Инъекцию теперь можно получить в 36 прививочных пунктах. Для отдаленных населенных пунктов предусмотрели передвижные бригады. В целом, с начала прививочной кампании укол здоровья получили порядка 13 тысяч североказахстанцев. Больше их число медики. Наша съемочная группа встретилась с врачами скорой медицинской помощи и узнала о результатах иммунизации от COVID-19. Подробности далее. Достану Розаев в областном центре скорой медицинской помощи. Трудится порядка четырех лет. Последний год, как и в принципе для всех сотрудников здравоохранения, выдался непростым. С начала пандемии на плечи медиков легла важная и ответственная задача – бороться со смертельным вирусом. Оказывая помощь ковидным пациентам, не стоит пренебрегать и собственной безопасностью. Потому Достан и решился получить инъекцию в числе первых. Получил вакцину в начале марта. Саму вакцину перенес хорошо. Отмечалось недомогание, такое гриппоподобное состояние. Головная боль может быть. И вместе инъекцией может быть местная реакция. Немножко болеть может. В принципе, перенес хорошо. Никаких таких серьезных осложнений, скажем так, не было. Это является основной мерой. Поэтому, я думаю, каждый должен получить эту вакцину, чтобы население нашей республики меньше болело. Недавно врач получил вторую дозу компонента. Как правило, она усиливает и закрепляет действия первой. Количество антител в организме также возрастает. С начала прививочной кампании в Центре скорой медицинской помощи больше 170 сотрудников, а это 45% от общего числа коллектива, укол здоровья уже получили. 56% находятся в очереди. Если эти сотрудники прививаются, мы добьемся цифры 60%. Также еще есть временно метод вот у 32 человек. В настоящее время, если сравнивать из вакцинированных, тяжелых реакций не было. Все сотрудники перенесли вакцинацию или незаметно, или относительно удовлетворительно. То есть незначительный ознок, недомогание, повышение температуры до 37,2. Это считается нормальной реакцией. Вакцина от COVID-19. Еще в прошлом году эту фразу произносили с надеждой. Сегодня же это вполне реальная процедура. С начала прививочной кампании первую дозу компонента получили порядка 13 тысяч североказахстанцев. Около 3 тысяч человек прошли полный курс. Теперь иммунизация против коронавирусной инфекции доступна для всех желающих. Для этого необходимо обратиться в прикрепленную по месту жительства поликлинику. Там же и получить направление. Напомним, в регионе действует 36 прививочных пунктов. Для отдаленных местностей предусмотрены передвижные бригады. Жанель Бесимбаева, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК. На этой неделе в северный Казахстан придет большая вода. В регионе наступило долгожданное тепло. Местами температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. Поэтому ожидается обильное снеготание, повышение уровня воды в реках и водоемах. Спасатели усиленно готовятся к возможной стихии, проводят противопаводковые работы. В конце прошлой недели в селах Имонтау Айртауского района и Горном Есильского произошли разливы малых рек, которые образовали переливы на автотрассах. На данный момент уровень воды там снизился. Населенным пунктам ничто не угрожает, заверяет ДЧС. Пока паводковую обстановку в области называют стабильной. Наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 90%. До перелива остается чуть больше полуметра. Что касается Петропавловского гидроузла, то там лед еще не тронулся. Его наполняемость достигла 91%. По всем населенным пунктам практически у нас пока затопления в массах не произошло. Формируются стоки талых вод, сейчас идет монетонинг, наблюдаем, смотрим. Ну и конечно опасения есть по всем районам, можно сказать так, что... Но тем не менее пока угроз у нас таких глобальных критически нет. Соответственно мы мониторим еще Акмолинскую область. Это по реке Селита, которая до Селитинского водохранилища. Там в притоке тоже есть увеличение притоков, значит, на Селитинского водохранилища. Сегодняшний день они с 11 часов увеличивают сброс до 100 км в секунду. Но это пока не критично. Тем не менее, значит, у нас группировки уже сформированы и направлены. В Айтарском гидроцепо-сыпо-группировки работают. И у нас еще группировка, значит, будет направлена сегодня в Алихановский район. В одном из хозяйств Тимирязевского района вводят серьезные ограничения с запретом вывоза сельхозпродукции. Всему виной факт бешенства, который подтвердился у КРС. Очаг опасного заболевания обнаружили в селе Докучаево в товариществе Атамикен-Агротимирязево. Сельхозформирование насчитывает 1600 голов племенного скота. Кто стал переносчиком болезни, сколько коров заразились и как обезопасить себя от недуга, узнаете прямо сейчас. Бешенство выявили только у одной коровы хозяйства Атамикен-Агротимирязево. Как выяснилось, заразилось животное от лисы. Зверек без стеснения наведался прямо в загон товарищества. На данный момент ветврачи ведут наблюдение за поголовьем. На ферме действуют серьезные ограничения. На 60 дней запретили ввоз и вывоз скота. Касается это и продукции. Место, где животное пало, продезинфицировано. Труп павшего животного был утилизирован путем сжигания. Тем самым мы не допустили дальнейшее распространение заболевания. Сейчас на хозяйство вводится ограничение, которое будет действовать в течение 60 дней. Будет проведен комплекс специальных ветеринарных оздоровительных мероприятий. Это вакцинация всего поголовья, дезинфекция. Нами направлено было письмо в Министерство экологии по регулированию численности диких платоядных. Пока находится на рассмотрении. В момент очага в товариществе трудились 19 человек. Речь идет о контактных. Ни у кого из рабочих недуг не выявили. Всем поставили вакцину. Специалисты говорят, бешенство является смертельно опасным заболеванием. Передается болезнь от зараженного животного человеку через слюну, как правило при укусе. Или оцарапывание произошло. Даже просто домашним животным, тоже кошкой, собакой, нужно сразу же промыть мыльным раствором рану обязательно. Обработать края раны 70% спиртом или 5% раствором йода. И незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для получения полного курса антирабической вакцины. Как бы вакцинация это на сегодняшний день единственный надежный способ защиты от бешенства. С начала года это второй случай выявления бешенства в Северном Казахстане. Первый был в селе Минкесер Мамлюцкого района на одном из частных подворьей. А факт заболевания среди людей, ведь врачи фиксировали 23 года назад. Абай Альжанов, Рустам Тлеужанов, новости МТРК. В этом году священный месяц Рамазан начинается с 13 апреля. Желающие держать пост должны уже завтра воздержаться от еды и воды. По традиции каждый мусульманин в священный месяц обязан пойти в мечети и дать садака. В этом году Духовное управление мусульман Казахстана утвердило сумму в размере 420 тенге. В связи с пандемией коронавируса в мечетях области введены ограничения на проведение пятничного намаза. Отметим, ночь предопределения пройдет с 8 на 9 мая. Что касается социально уязвимых семей, то им не нужно давать садака. А вот старшее поколение и люди, имеющие хроническое заболевание, могут давать фидия садака в размере 2,5 тысяч тенге. Ее цель – оказать нуждающимся помощь едой. Сохраним нашу историческую родину. Эти слова стали девизом Дня Всемирного Наследия. Этому празднику 38 лет. Каждый год он отмечается 18 апреля. Североказахстанский профильный центр при управлении культурой подготовил в честь него большую и разнообразную программу. Первым мероприятием в ней стала выставка в областном музее изобразительных искусств. Побывала она на ней и прикоснулась к истории моя коллега Дарья Пашмонцева. На этих черно-белых фото и открытках застыл Петропавловск в его первозданном виде. Некоторые здания, как это ни печально признавать, но канули в лету. Поэтому в современном областном центре их не найти. Другие сохранились по сей день. С годами, конечно, стали выглядеть сильно иначе. Крупная торговая сеть города к его истории неравнодушна. Это стало понятно, когда компания взяла под свое крыло дом известного купца. Реставрация здания была сложной и недешевой на всех этапах, рассказал Роман Котов. Но постепенно работы будут завершены. То, что мы планировали, мы все сделали. Здание полностью восстановлено, межэтажные перекрытия восстановлены, фасад здания, памятник архитектуры тоже восстановлен. Внутри уже ведутся отделочные работы, заводятся коммуникации, отопление делаем, канализацию. И, в принципе, в этом году по плану у нас уже открытие где-то к концу года. Мы планируем открыть супермаркет на первом этаже. Остались только благоустройства территории. Плюс дорога. И с тем, и с другим обещали помочь местные власти. В 2022 году заработают еще два этажа исторического здания. В них будет спортивно-оздоровительный комплекс. В прошлом году за счет государства преобразились еще три памятника истории культуры северного региона. Например, музейный комплекс резиденции Аблайхана. Его фасад и прилегающая территория давно требовали обновления. То музей Сабита Муканова тоже изменился в прошлом году. В этом продолжится реставрация усадьбы Сырымбет в Эртаусском районе. Это планы на ближайшее будущее. Много их и на перспективу. В течение четырех лет будет проведена музеификация четырех объектов. Первое – это поселение Аббатай. Второе – непосредственно Кызылаба. Также это храмовый комплекс Байхара в районе Шалакына. И поселение Ахири, находящееся в Кызылжарском районе. Говоря простым языком, эти историко-культурные или природные объекты станут своеобразными музейными комплексами. Исследователи смогут их изучать. А после этого они станут доступны туристам. Если касаться бутайской культуры, то в честь Дня Всемирного наследия областной профильный центр запускает конкурс. Любой желающий сможет создать эскиз в скульптуре, посвященной племенам эпохи и неолита. Автор лучшей работы воплотит ее в жизнь. Планируется, что она станет новым интересным украшением областного центра. 60 лет с первого полета в космос. Такую же юбилейную дату сегодня отмечает и средняя школа номер 14. Знаменательный день для учебного заведения, как традиция, берущая начало десятки лет назад. Об истории названия и самого образовательного учреждения наш следующий сюжет. В элегантных костюмах – бортпроводницы. Рядом с ними и сам виновник торжества. Переодетый самодельный скафандр Юрия Гагарина – девятиклассник. В тематических формах они с 8 утра встречают ребят, дарят праздничное настроение и провожают учащихся школы в загадочный мир космоса. Мы дарим радость детям, хорошее настроение. Сегодня праздник. В глазах детей очень приятно видеть радость. Они улыбаются, как-то на душе приятно. Одноклассники улыбаются, фотографируются. По-настоящему космический день в средней школе номер 14 отмечают неспроста. Вместе с первым в истории человечества полетом Юрия Алексеевича Гагарина в загадочный мир учебное учреждение отмечает свое 60-летие. Дата выбрана не случайно. Больше полувека назад, когда Юрий Алексеевич совершил первый космический полет, учащиеся школы отправили ему письмо. Записки. Тогдашние пионеры попросили разрешения на то, чтобы школа носила имя первого летчика-космонавта. Эту историю здесь знает каждый ученик. Наши ученики гордятся, что именно наша школа удостоена честь носить имени Юрия Алексеевича Гагарина. Ежегодно в честь праздника в средней школе номер 14 проводят масштабные концерты, выставки и викторины. В этом году из-за пандемии обошлось без пышного торжества. Однако сохранить праздничное настроение ребятам все же удалось. Для учащихся начальных классов здесь организовали конкурс рисунков и подделок. Я делала эту поделку из картона, из бумаги. Мне помогали родители. Эту поделку я хотела очень давно сделать на праздник нашей школы. Я нарисовала рисунок с юбилеем школы. Нашей школе 60 лет. Я нарисовала школу, ракету и звезды. Я использовала карандаши и растирала все в одном диске. Среди выпускников школы немало известных людей не только областного центра, но и страны. Их имена бережно хранят в сборнике «Семь чудес подгорье». Помимо этого, в учебном заведении занимаются исследованием своего микрорайона. Как известно, он имеет богатые исторические корни. На протяжении четырех лет ребята собирают ценную информацию и в скором времени отразят ее в мультивидейном пособии. Почему «Семь»? «Семь чудес» – это цифра значимая. И семь направлений, которые мы выбрали для себя, мы раскрываем в краеведческом проекте. Одно из направлений – это школа, Косымовская мечеть, архитектура. Историческое значение имеет в городе Петропавловске мост, который находится в микрорайоне Подгорье. Все эти направления освещены в нашем проекте. Это уникальная работа. Мы по крупинкам собираем историю нашего города, зарождения нашего города. Над созданием проекта занимаются учащиеся всей школы. В учебном заведении число ребят превышает 400. Праздничный день здесь завершили классным часом. На нем дети вновь повторили историю не только своей школы, но и первого космического полета. Жанель Бесимбаева, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК. Четыре номинации и столько же побед. Театр танца «Сенситив» вернулся с чемпионата Евразии с золотыми наградами. Международное состязание для творческих ребят состоялось 10 апреля в Караганде. Кроме казахстанских танцоров, на нем представили номера участники из Беларуси, России и Таджикистана. Команда МТРК встретилась с особенными артистами и узнала об их впечатлениях от чемпионата. Долгожданное это было выступление до нас, так как мы полтора года не выступали. Карантин был, выступали онлайн, но не было мотивации, не было интереса. Мы очень скучали по паркету, по этим волнениям. Скучали и танцевали так, что завоевали сразу четыре первых места. На этих фотографиях Айнур Саинова вместе с другими артистами театра «Танца сенситив» держит в руках плоды своих трудов. Над собой ребята не приставали работать даже несмотря на пандемию. Готовились, чтобы в нужный день показать безупречный результат. И это им удалось. Что касается коллегий и судей, их было пять. Представители с России, от Москва. Затем получается Белоруссия, Минск. Двое представителей с республики Казахстан. И один представитель с Ямайки, Африка. Хотелось бы сказать, что после нашего четвертого исполнения танца, коллеги, мы не ждали такого, они вышли к нам. Все пять судьи отметили технический уровень исполнения, артистизм отметили. Артисты театра «Танца сенситив» поразили жюри латиноамериканской, европейской, современной хореографиями, а также профессиональной работой в дуэте. За свое мастерство и талант, особенно и североказахстанский коллектив, который на родине хорошо знают и любят, на международном конкурсе пригласили на чемпионат России, а также на состязание в Чехии. Но целью ребят – поездка в Америку. Чтобы этой осенью блеснуть в Соединенных Штатах театру танца, нужно приблизительно 15 миллионов тенге. Талантливые артисты надеются, что без помощи не останутся. Сейчас они являются частью коллектива Казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова. В нем ребята по-новому открылись, считает его директор Биржан Жалгазбаев. Наш театр очень гордится достижениями ребят. Они очень быстро влились в его работу, стали полноправными членами творческого коллектива. Каждый из них невероятно талантлив. Это было видно во время их участия в постановках «Альфа-Раби» и «Шокан». Зрители уходили после этих спектаклей под большим впечатлением. А это и есть оценка их труда. Его они точно не боятся. Отсюда и высокие результаты, победы, награды. А еще огромная народная любовь. Дарья Пашмынцева, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Североказахстанские волейболисты, бронзовые призеры чемпионата страны вернулись домой. На вокзале своих героев встречали родные, близкие и преданные болельщики. Напомню, ребята заняли третье место в национальной лиге. Матчи плей-офф первенства проходили с 3 по 9 апреля в соседнем Павлодаре. В полуфинале Есиль Эсказ сыграл с Буревестником. Борьба за лидерство была захватывающей, однако удача оказалась на стороне алматинцев, которые в итоге и стали чемпионами страны. В поединках за бронзу нашим ребятам противостоял Атырау. В драматичном соперничестве североказахстанцы проявили характер и вырвали победу. Отмечу, состав команды собран из числа местных воспитанников. Я в первую очередь хочу поблагодарить, кто за нас болел, верил в нас. Огромное спасибо всем. Сезон был очень сложный, были травмы у многих. У основных игроков два тура, которые завалил, вообще не играл, перелом ноги был. С этой пандемией было связано много. Но мы сделали, мы добились этого, мы с медалями. Всем огромное спасибо. Я думаю, мы в этом году весь чемпионат держали в напряжении. Чемпионат показал, что до самого последнего, четвертого тура, за выход пылов мы боролись. Мы попали в четверку. Больше всего запомнилась игра мне сейчас, в данный момент, в финальной части. Эти три игры были очень тяжелыми. За три дня сыграли, 15 партий сыграли. Ребята выложились полностью. На этом все. Выходя из дома, не забывайте надевать маски и соблюдать дистанцию. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»